Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Здравствуйте, посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хиван. Сегодня мы поговорим с вами о том, как защитить томаты после уборки от такого неприятного заболевания, как фитофтора. Ну, у меня в этом году тву-тву-тву пока что, и, надеюсь, и не будет фитофторы, нет. Пока пользуюсь для своих фитопатологических исследований и для поиска каких-то совершенных методов борьбы с фитофтором. фитофторой тем, что мне приносят наши подписчики, зрители, которые приходят ко мне в гости и приносят какие-то образцы болезни. Хотя их уже найти не так легко, потому что многие из тех, кто составляют какой-то ближний круг нашей процветковской команды из числа зрителей, в основном уже поизбавлялись тоже от этой фитофторы, кладоспориоза и всего остального. Но всё-таки фитофтора продолжает бушевать. И, конечно, очень важный вопрос. Вот обнаружили фитофтору и ещё много зелёных плодов, там разной степени спелости. Что с ними сделать, как с ними быть, как с ними обойтись? Ну, получается так, что фитофтора уже проникла в плоды зачастую, а кроме того, достаточно легко распространяется по плодам в процессе их съёма, в процессе того, как вы до них дотрагиваетесь, они касаются больных листьев, фитофтора распространяется молниеносно, молниеносно по растениям. И иногда вы даже не видите симптомов поражений, а фитофтора там уже внутри сидит. Или это маленькая-маленькая, вот какая-то кропочка мельчайшая, а фитофтора там уже сидит. И что же сделать, чтобы защитить вот этот урожай? Ну, у меня-то собранный, бери и ешь. А бывает, что зелёные томаты сняли и хотят дозарить. Ну, первое, что скажу, если массированная атака фитофторы на ваши томаты уже пошла, то лучше всего снять все зелёные томаты и законсервировать. Потому что с большой долей вероятности большинство ваших томатов уже поражено фитофторой, и в процессе дозаривания они будут портиться, не будут дозариваться, вы их будете выносить, выносить, выносить. Но есть, конечно же, методы, связанные с обеззараживанием плодов, с тем, чтобы убить фитофтору на поверхности. Дело в том, что если на поверхности плодов, вот они визуально здоровые, на поверхности нету никаких признаков поражения, то возбудитель фитофторы, фитофтор инфестенс, находится на поверхности плодов. И это, конечно, очень опасно, потому что в процессе хранения она будет туда проникать. И поверхностно можно эту фитофтору снять, смыть. Можно использовать различные антисептические средства. Подходит обыкновенный мыльный раствор, можно помыть. Можно добавить немножечко там соды, да, какой-то кальцинированной, просто чтобы механически эту фитофтору смыть. Даже просто горячей водой смыть, уже с поверхности можно смыть эту фитофтору. Поэтому, как бы правило, рекомендация номер два, это перед закладкой на хранение томаты надо обязательно тщательно вымыть. Тем самым вы избавитесь от поверхностного, вот здесь поверхностной фитофторы. Кроме того, я очень рекомендую томаты, которые закладываются на дозаривание и на хранение, обязательно после помывки обработать препаратом бактоген или препаратами сенной палочки, для которых заявлена активность в отношении фитофтороза. Но это даже по нашим собственным опытам, это бактофит, это гомаир, это аллерин, это даже фитоспорин проявляет некоторую активность в отношении фитофтороза. Поэтому вы можете сделать раствор 1 к 100, окунуть ваши томатики и просушить, и заложить на хранение. Это очень-очень хороший способ. Для того, чтобы избавиться от поверхностного, вот этой поверхностного нахождения фитофторы здесь. Некоторые льют йод, там 30 мл 4-5% раствора йода на 10 л воды замачивают. Но знаете что, сильного антисептического эффекта не будет. Но вреда тоже не будет. Поэтому, если вы хотите, приверженцы такого метода, вы тоже можете так сделать. Это не запрещается, да, вы можете так сделать. Хотя сильно помочь оно не поможет. Йод очень быстро испарится, из воды теплой, из поверхности, отовсюду. Как же избавиться от фитофторы, которая уже проникла внутрь плодов? Все дело в том, что, конечно, избавиться от нее очень сложно. Но все знают хорошо способ прогревания томатов. Стандартный способ прогревания томатов, это опустить томаты на 2-3 минуты в воду 60-70 градусов. Ну, то есть, это парящая, основательно горячая вода. 2-3 минуты там подержать и вынуть. Этот способ, в принципе, работает. Работает он почему? Фитофтора на самом деле большая неженка. Она не растет уже, не растет. При 25-30 градусах тепла ей нужна температура пониже, 20-22 градуса. Но это оптимум. При 40 градусах фитофтора уже гибнет. Но не устану повторять, что вот это закрывание дверей в теплице и перегревание растений не спасает от фитофторы. Потому что растения хорошо испаряют влагу, у них есть устица, они не разогреваются. Разогреваются разве что цветки стерилизуются, ну и плоды могут разогреться. Но вы в теплице их так не разогреете. А вот опустить горячую воду на 2-3 минуты, это вполне рационально. В этом случае плоды прогреваются до необходимой температуры примерно на 1 см. И если фитофтора не проникла в плод глубже, чем на 1 см, в этом случае ваши зеленые плоды вполне будут защищены от фитофтороза. Но я вам дам один лайфхак. Дело в том, что грибы очень по-разному меняют среду вокруг себя. Вот, например, фузариоз, он защелачивает среду, а фитофтороз закисляет среду. И это означает, что кислая среда является неблагоприятной для фитофторы. Мы недаром делаем опрыскивание кисловатыми растворами хилатом железа с лимонной кислотой. Мы недаром проливаем растения уксусными растворами. Это всё неблагоприятно сказывается на фитофторе. В какую сторону микроорганизм меняет среду, ну извините, закакивает, да, в какую сторону, в кислую, та является для него неблагоприятной. И таким образом добавление столовой ложки уксуса на 5 литров горячей воды, чтобы погрузить ваши томаты. Соответственно, 2 столовые ложки на 10 литров воды, вот этой горячей воды. Можно лимонную кислоту использовать пропорционально. Ну, если столовая ложка 9% уксуса, то это примерно, ну меньше, чем пол чайной ложки сухой лимонной кислоты. Вы можете добавлять, опускать вот такой раствор, прогревать, после этого вынимать. И это будет ещё более эффективным способом для того, чтобы избежать фитофтороза на созревающих, дозаривающихся томатах. После такого, как томатики остынут, если вы в уксус опускали, то вы также можете обработать бактогеном. Если вы опускали в лимонную кислоту, то бактогеном сенной палочкой уже обрабатывать не стоит. Среда будет кисловатое, бактерии кисловатую среду тоже не очень уважают. Хотя в почве они колонизируют корни, и многие из них выделяют кислоты даже. То есть они, в принципе, дружат с этими кислотами, кислотными подкормками. Но всё-таки концентрация лимонной кислоты будет великовато на поверхности плодов. И вы можете прям так, вот с этими остатками лимонной кислоты, оставить ваши томаты на длительное хранение. Ну а уксусная является более в этом смысле благоприятной, в том числе и для развития здесь конкурентной микрофлоры, которая не даст развиваться не только витавторозу, но и различным вторичным гнилям, пенициллиозу, аспергиллиозу и прочим-прочим-прочим гнилям, которые любят поселяться на дозаривающихся плодах, особенно на трещинках, на мелких повреждениях. Что ж, вот такие простые советы с какими-то модификациями, я надеюсь, помогут вам избежать проблем во время дозаривания хранения томатов. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!